В столице Чувашии стартовал 14-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Торжественная церемония открытия прошла в Чувашском государственном театре оперы и балета. Особенность этого года фестиваль открыл спектакль «Онегин» режиссера Натальи Семеновой по роману «В стихах Александра Пушкина». Композитор Алексей Айги. Его ансамбль «4.33» стал равноправным участником театрального действия. Там Александр Сергеевич Пушкин с мисси Онегиным стоит. Не удостаивая взглядом твердыню власти роковой, он крепостей стал гордосадом. Верхолодец, милый бой. Здесь не так. Пушкинское слово, дополненное удивительной музыкой, прозвучало по-новому. На сцене известные российские актеры Даниил Страхов в роли «Онегина». Алиса Гременщикова Татьяна, Сергей Шнырев-Ленский и Сергей Чинишвили автор. Пушкин в данной версии, автор, дополняет три своих персонажа. Герои интерпретируют сюжет, вставляют свои комментарии. Все это сопровождается инсталляцией на экране. Текст начинает жить своей жизнью, а актеры вступают в легкую игру с классикой. Мне кажется, что у нас получилось найти какую-то новую и очень в хорошем смысле современную интонацию. Потому что в этом нет ни тени такого, знаете, пыльного историзма. И несмотря на то, что читая само произведение, читая Пушкина, каждый раз, читая в десятый, в двадцатый раз, ты каждый раз задаешься вопросом, а что, собственно, случилось-то, что произошло? Но придя на спектакль, посмотрев его, у него возникнет ощущение в хорошем смысле понятности этой истории. Потому что в каком-то смысле она, конечно, про каждого из нас. Произведения великих писателей хороши тем, что каждый может трактовать их по-своему. Татьяна в исполнении Алисы Гребенщиковой в начале робкая и скромная провинциалка. А в конце спектакля уверенная и высокомерная дама. Я нашла в себе вот такую Татьяну, которую сегодня увидели зрители. Многие девочки в юности хотят быть Онегинской Татьяной. У Марины Цветаевой есть на эту тему целый фрагмент в произведении «Мой Пушкин». И у Чехова есть рассказ после театра, где тоже Пушкинская Татьяна повлияла на взросление молодой гимназистки Нади Зелениной. И, естественно, на меня это тоже в какое-то время произвело очень сильное впечатление поведением героини. Но сейчас я не могу сказать, что я что-то в себе обнаруживаю. Более того, я во многом... Я скорее на стороне Онегина. Я очень хорошо понимаю Онегина. Я в этом произведении Онегин. Музыка – отдельный герой этой сценической истории. Это не фон. Ее мощная энергетика питает спектакль. Композитор Алексей Айги и его ансамбль творят невероятное. Необычная постановка нашла отклик в зрительской душе. Больше всего меня впечатлило музыкальное сопровождение, потому что я люблю инструментальную музыку. И не ожидала даже, что будет такая постановка необычная. Свежая, так скажем, может быть, адаптированная как раз для поколения нынешнего. Но мне очень понравился спектакль. Впечатления положительные, актеры известные, голоса приятные. В некоторых моментах меня пробивали такие мурашки, такие монологи были очень эмоциональны. Я восхищалась, как вообще артисты могут запомнить столько текста. И музыка, и вот эти видеокадры – это было что-то новое для меня. Я первый раз такое подобное увидела. Очень большая благодарность. Очень было эмоционально, шикарно. Я сейчас даже слова не подберу. Вспомнилось, и как-то вот тоже, наверное, нахлынули такие юношеские эмоции. Юношеская любовь вспомнилась.